Здравствуйте, дорогие читатели и зрители Спорт.ЮА. Сегодня у нас в гостях украинский галкипер Александр Рыбко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Мы начинаем с того, что наш гость, собственно, он говорит какое-то приветственное слово для тех болельщиков, которые вот сейчас собрались послушать и которые следят за вашей судьбой, переживают и желают вашего скорейшего возвращения в футбол. Я всех приветствую, спасибо, что пригласили меня. Очень приятно. Ну и со своей стороны болельщикам я хотел бы пожелать, чтобы они были более преданы нашему футболу, уважительно относились к футболистам и ценили их проделанную работу, потому что это все не очень легко, так и кажется. Ну вот все-таки первый вопрос, уже вот скоро истекает дисквалификация. Вот как вы сейчас поддерживаете свою форму, где занимаетесь, с кем работаете, чтобы как можно быстрее вернуться в футбол на профессиональный уровень? Сейчас, как вы знаете, уже все команды ушли в отпуск, то есть приходится самостоятельно заниматься. До этого работал с Арсеналом, большое спасибо, они вошли в мое положение, поддержали, я им очень за это благодарен. А у вас каких-то разговоров по поводу продолжения работы в Арсенале, собственно, не было? Потому что они наверняка сейчас в поиске и голкипер, и в принципе построение команды. Ну, этим вопросом занимаются мы менеджеры, то есть на меня конкретно с этим вопросом никто не выходил. А с кем вы сейчас, кстати, работаете? Кто у вас? Головаш. А, вы с ним уже давно работаете. Ну и какие у него, в принципе, планы и перспективы связаны с вашей дальнейшей карьерой? Ну, он с той позиции, как бы, что до того, как конкретного ничего не будет, то есть он мне ничего не говорит. Он там ведет переговоры, я насколько я знаю, там с несколькими клубами, ну, с какими клубами, я не могу вам сказать. Ну, как бы, я сам об этом, то есть не знаю. То есть он говорит, я не хочу бежать впереди паровоза, и поэтому, как бы. Ну, вы можете хотя бы рассказать, это Европа, это Украина, это Россия, какое направление ближе сейчас? Я думаю, что это направление Европы, скорее всего. Ну, сколько я знаю, по его разговорам со мной, то есть я понимаю, что это то направление. Я ему полностью доверяю и буду согласен с, ну, естественно, мы будем вместе советоваться, но... Я думаю, что он сделает правильный выбор. А вам ближе, вот где бы вам хотелось играть, если бы, ну, в принципе, команда «Мечта» Александра Рыбки? Ну, не считай. Ну, да, во-первых, сразу там, я сейчас не приду в любую команду, мне тяжело будет сразу играть. То есть надо какое-то время, то есть восстановить свои кондиции. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, ну, хотел бы уже поскорее оказаться, ну, в какой-то команде хорошего уровня. То есть, ну, поскорее вернуться уже в футбол, можно так сказать. А вы контактируете, в принципе, вот сейчас с вашими бывшими командами, и тоже «Динамо», и «Шахтер». Есть ли, возможно, какие-то предложения о том, чтобы вернуться? Или нет никаких? Ну, я вам честно скажу, что с такими предложениями как бы никто не выходил. То есть, я не знаю, там, на каком уровне ведутся там переговоры, то есть, трудно мне что-то сказать, но я такого не слышал. То есть, там ходят какие-то слухи, там, про Днепр, но это все, это только слухи. Я не знаю, откуда они вообще берутся, если честно. Ну, это боли, вот на самом деле, вот болельщики все вас зовут и спрашивают вас, не готовы ли вы поиграть, кто в Днепр. Вот болельщики Днепра зовут в Днепр, болельщики Металлиста, естественно, в Харьков. Вот есть у вас какие-то такие сейчас наработки, возможно, потому что украинцы сейчас, если будет еще лимит какой-то там особо на жесткий, украинцы нужны везде. Ну, честно говоря, я же говорю, с конкретными предложениями никто не выходил. Ну, я, по крайней мере, об этом не знаю, то есть, без понятия. Если будут какие-то предложения, естественно, будем рассматривать, там, от чего-то будем отталкиваться, взвешивать все за и против, и уже делать какие-то выводы после этого. Саша, ты расскажите немножко, вот как для вас прошли, в принципе, эти два года после всего этого скандала, после судов и после разбирательств. Как они сложились? Что изменилось в жизни? Что переосмыслилось? Как вы теперь новый человек? Как вы себя чувствуете по-иному? Ну, два года еще не прошло. Ну, еще не прошло, тем не менее, уже близко. Да, это все не за горами, конечно. Ну, могу сказать одно, то, что это время пролетело очень быстро. То есть, я, конечно, как бы, когда это случилось, то есть, думал, что это будет длиться как вечность. Ну, с этими всеми обстоятельствами, там, три суда, там, оно все как бы одно на другое, там, переезд, допустим, с Киева, вернулся назад в Донецк, вернулся назад в Киев. То есть, это как-то, ну, честно могу сказать, что время пролетело очень быстро, но я думаю, это так и во всей жизни. То есть, время быстро летит, и надо, как бы, ценить то, что ты имеешь, и стараться не делать таких ошибок, как, допустим, сделал я. Вы считаете, что это, действительно, ваша ошибка? Да, я, ну, как бы, это не скрываю, то есть, это моя ошибка, то есть, халатные отношения, то есть, к этому всему, ну, сделал уже определенные выводы, составил это уже все позади, стараюсь об этом меньше думать. Но у вас в тот момент очень поддержал шахтер, и потом очень многие удивились, что вы не решились продолжать контракт с шахтером, что лично отказались от этого. Почему? Ведь это было обеспеченное будущее, и, возможно, какое-то потом уже после возвращения тоже стабильность. У меня, честно, тему не сильно хочу обсуждать, это наши с клубом вопросы, то есть, решили так поступить, я же еще раз повторюсь, правильно ли это было, неправильно, время покажет. А у нас, кстати, очень интересный вопрос, в принципе, о вашем переходе в шахтер, говорят о том, что как это вам так удалось, вдруг из голкибера Абалони, говорят, посредственной команды, стать одним и сразу основным игроком, основным голкибером шахтера. В чем секрет этот был, Александр? Это работа, это везение, это в какой-то момент все обстоятельства сложились? Это все, как бы, все вместе, да, как вы говорите, и везение, и работа, и доверие тренера, можно сказать. Ну, это все вместе собрано, и, я думаю, шанс есть у каждого футболиста, как это, говорят, посредственная команда, но в этой посредственной команде, то есть, я находился постоянно в работе, и, как бы, был на виду, и, может быть, из-за этого тренеры шахтера обратили на меня внимание. Ну, вы понимали, что вы идете в команду, где там Андрей Пятов, голкипер национальной сборной Украины, номер один, и боялись конкуренции, или как вас вообще там приняли? Ну, если я боялся конкуренции, я, наверное, туда не шел бы, ну, я считаю, что, вообще, конкуренция в каждом клубе, это нормальный процесс, где есть 2-3, допустим, равноценных вратаря, это, это очень хорошо, и у тренера болит голова, кого лучше ставить, а не так, что он ставит одного вратаря, и он какую-то травму получает, и он, у него уже, головная боль совсем другая, то есть, это нормальный процесс в каждой команде. Как у вас вообще складывается отношение с Андреем Пятовым? Ну, отлично. В то же время он говорил, что он вас очень поддерживал. Ну, отлично, отлично, мы общаемся, созваниваемся, то есть. До сих пор? Ну, конечно. Вы как-то говорили, что-то даже праздники праздновали вместе, а сейчас там смс-ками обмениваетесь, друг к другу в гости ездите. В принципе, с кем вот сейчас поддерживаете хорошие отношения с этой командой? Ну, с Кривцовым, с Серегой, то есть, с Чужовым общаюсь, ну, так, с Пятым, с Томашем созваниваемся. Ну, с кем общался, так более плотно, ну, как бы, с теми и поддерживаю отношения. Вы следили за выступлениями Шахтера в этом сезоне в Лиге Чемпионов? Есть у нас такой вопрос, как считаете, если бы Александр Рыбко стоял в воротах Шахтера в матчах Лиги Чемпионов, дошел бы Шахтер до финала? Ну, это, я, наверное, буду некомпетентно отвечать на этот вопрос, но если люди такое спрашивают, значит, ну, у кого-то есть какие-то мысли, что, может быть, бы так и было, я не знаю. Ну, естественно, следил, я за эти полтора года пересмотрел столько футбола, наверное, сколько я за всю жизнь свою не пересмотрел. То есть сейчас уже только бы играть, лишь бы не смотреть? Ну, да, да. А за кого, кстати, болели в финале Лиги Чемпионов? Забывали. То есть рады, счастливы за Анатолия? Я только в финале болел, то есть изначально, я же не болел, потому что мне симпатизирует эта команда, и немецкий футбол мне нравится, то есть, ну, как бы, ну, более предпочтение было, конечно, к Баваре. Я знаю, там ребята за Борусю болели, потому что, наверное, как бы было обидно проиграть, ну, мое вот такое вот мнение. Что все-таки... Ну, даже, ну, я даже считаю, что они, как бы, ну, трудно, конечно, знаете, ценить, то есть, и Баруся сделал огромный вклад, чтобы даже выиграть Лигу Чемпионов, и, ну, Бавария, мне просто, они там несколько раз уже играли в финалах, то есть, реально их жалко, то есть, там, футболисты очень хорошего уровня, я считаю, что команда сейчас, ну, одна, ну, самая, наверное, сильнейшая в Европе, ну, и в мире, наверное, тоже. Типоле, вы как-то, как-то еще говорили, что Нойер вам очень симпатичен, как голкипер, сейчас, как-то мне не изменилось, кто сейчас те, собственно, вратари в футбольном мире, на которых вы равняетесь, или игра которых для вас именно вот такой вот идеал, возможно? Естественно, если Нойер выиграет Лигу Чемпионов, то он вратарь топ-уровня, то есть, и также ему про Вен Дефеллер рассказать, они сыграли оба блестящий матч, и я думаю, что если бы не они, там, бы более крупный счет был, ну, как бы, мое мнение не поменялось, то есть, у меня есть, там, три-четыре вратаря, которые меня симпатизируют, и я, там, ну, как бы, немножко, там, болею за них, там, в душе где-то. А вы как-то говорили, что ваш первый тренер, он вас ставил изначально не на позиции голкипера, а почему-то, вообще-то, мальчишки, ребята, маленькие, всегда не хотят стоять в воротах, вы изначально понимали, что вам хочется вот, 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 вратаря? Да, я, я же рассказывал, там, то есть, я был на футболе, мне, как бы, очень Шевковский понравился, и, как, ну, вот, тут так и произошло, ну, я думаю, все вратари, там, где-то играли в поле, начинали, как-то это, не сразу, наверное. А Александр Шевковский, он у вас, как-то после вот этой ситуации, вы как-то общались, вас поддержали, потому что вы говорили, что он... Ну, я ему сказал, что там, с ним связывался по телефону, но когда видели, то есть, ну, где-то встречались, то есть, нормально общались, там, он поддерживает, и, то есть, как нормально, ну, как, ну, как, с пониманием, как коллега к этому относится. А у вас не было никогда какой-то обиды, потому что в 19 лет вы могли стать основным игроком киевского, основным голкипером киевского «Динамо», когда Александр, да, получил травму, его СТ. Тем не менее, после того, как он вернулся, ему дали возможность играть, и Александр Рыбко отошел на второй план, и уже потом как-то все пошло... Нет, никакой обиды нет, это, ну, не знаю, было бы глупо обижаться, то есть, все понимали, что Саша, надо готовиться к чемпионату мира, и, то есть, я понимал, это, и тренерский состав, это нормальный процесс. А с кем вы, в принципе, из тренеров вам работалось лучше всего, кем вы считаете, кто вас воспитал, вот, таким, как есть? Ну, фазы в «Ротарского» ремесла мне дал Мороза, Александр Николаевич, он сейчас тренер в «Динамо-2», работает с «Ротарями», ну, потом постепенно, там, когда я в «Динамо-3» пришел, начал разбаваться, с «Благоделом» работать, ну, и с «Михалом», это, как бы, наверное, три человека, которые научили меня всему то, что я сейчас. И все-таки вот «Динамо», 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 а потом многие говорят о том, что вот наши болельщики, они очень злопамятные, скажем так, и помнят о том, что вы воспитанник «Динамо», и вдруг перешли в «Шахтер». Это было какое-то такое решение просто, чтобы действительно перейти в лучший клуб Украины? Нет, это, знаете, как вот люди, мне кажется, ну, какими-то эмоциями живут, ну, в «Динамо» меня никто не звал, когда я переходил в «Шахтер». Ну, я посчитал, что если поступило предложение топ-клуба украинского и сейчас не последнего европейского клуба, то есть, ну, почему бы себя там не попробовать на новом уровне? Команда играет в «Лиге чемпионов», ну, я думаю, что от такого предложения бы никто не отказался. А сейчас многие заявляют, вот тут же Дариус, она говорит, да никогда бы, или там, мы с Женей Селезнёй берём украинцев, никогда бы я не перешёл из «Шахтера» в «Динамо». То же самое тут Андрей Ермоленко бьёт себя в грудь и говорит, да нет, вы меня никогда не увидите в оранжевой футболке. Вот это никогда не было для вас так настолько принципиально? Ну, я думаю, если бы я сыграл столько игр, как Дариус Тарна за «Шахтер», то, наверное, бы я не перешёл бы, да, в «Динамо». И также, можно сказать, сейчас Айр Моленко, который стал сейчас ведущим игроком в клубе. Если бы я был бы на ведущих в рулях в «Динамо», то есть я бы тоже, наверное, бы не перешёл в «Шахтер». Ну, получилось так, как получилось. Я не могу сказать, что я занимал, там, какую-то значимую роль в жизни клуба, но в Киеве. А вас всегда ассоциировали с киевским «Динамо», ну, в принципе, киевский футболист? Ну, конечно, меня ассоциировали с этим, я там провёл, наверное, 10 лет, ну, от самого начала уже, наверное, больше, наверное, лет 12-13, то есть это, как бы, клуб, который дал мне, ну, научил меня, ну, сделал тему, ну, сделал мою фамилию, как бы, люди её услышали, то есть, естественно, это нормально, то, что так люди говорят, ну, ассоциируют меня с «Динамо». Жизнь идёт, она не стоит на месте, то есть, я думаю, есть болельщики, которые понимают меня, не только, которые, там, что-то критикуют, но я, как бы, на это не очень обращаю внимания, то есть, это всё нормальный процесс. Слушай, ну, сейчас очень многие специалисты говорят о том, что функциональный вообще по инфраструктуре, по всему, «Шахтёр», он на несколько голов выше всех остальных клубов Украины, в том числе, киевского «Динамо». Вы это почувствовали, перейдя? Я сейчас в «Динамо» давно не был, и, как, года, сколько, два, три с половиной года, и, ну, то, что я видел в «Шахтёре», то это… «Небо и земля», вы хотите сказать? Ну, я же говорю, я не был сейчас в «Динамо», ну, как бы, я сравниваю «Динамо», я не могу «Абалонь» сравнивать, там, ни с «Динамо», ни с «Шахтёром», потому что там маленькая команда была, и, как бы, с маленькими финансовыми возможностями, там, президент, конечно, здесь пытался что-то, но вы сами видите, что там с командой произошло. Ну, я же говорю, то, что я видел, как бы, не могу сказать, что «Небо и земля», ну, не знаю. Ну, в чём принципиальные отличия? Ну, это трудно объяснить, ну, во многом есть отличия, то есть, я не знаю, что сейчас в «Динамо» происходит, то есть, на каком уровне там работают весь этот, ну, все люди, ну, как бы, в которой в структуре клубы работают, ну… А давайте с тренерской позиции… Я думаю, что, наверное, с моей стороны, как бы, не очень, да, будет правильно это всё обсуждать, потому что… А с тренерской позиции с кем удобнее или комфортнее работать, с иностранцем или с украинским тренером? Вот это тоже вот говорят, что сейчас все украинские или русские тренеры, они все работают по какой-то одной системе, и панацея всего украинского футбола – это тоже иностранные тренеры. Вы поработали и с украинцами, и с господином Луческо? Естественно, как бы, работа тренерская отличается, я думаю, и можно сравнивать, там, работа Луческо, там, с Рамосом где-то. Ну, вы сами видите, есть результаты команды, и все понимают, что это заслуга, прежде всего, тренера, то есть, я имею в виду шахтер. Ну, отличий много в работе, это, наверное, в отличие даже любого тренера, это есть у него какие-то свои взгляды и свои видения на футбол, и, ну, соответственно, поэтому он там строит свой тренировочный процесс. Кто-то больше бегает, кто-то больше работает с мячом, кто-то через игры набирает, то есть, у каждого тренера свое видение, и он старается придерживаться одной линии. Ну, если это, естественно, дает результат. Если нет, то он пытается что-то переоценивать, смотреть, учиться. То есть, все учатся. Сколько бы лет не было тебе, ты все учишься и учишься. Ну, вот, когда продлили контракт с господином Луческо, шахтер сразу, так говорили, там, в команде заявили о том, что через два года Лига чемпионов или Кубок Лиги чемпионов приедет в Донецк. Вы в это верите? Вот, с тем потенциалом команды, вот, в принципе, не так уж и многое изменилось с того времени, когда вы ушли из команды. Ну, естественно, заявлять можно все, что хочешь, и я знаю, что у президента, ну, сумасшедшие амбиции, там, я думаю, готов платить, покупать, ну, то есть, делать все возможное, чтобы достичь этой цели, этого мечта, он этим живет. Ну, даже можно взять этот год, я считаю, что немножко не повезло, наверное, с зажребием, сразу попали на Кабарусию. Были команды, я думаю, которые бы, ну, может быть, даже если бы Шахтер был в тонусе, в постоянный игровом чемпионат, у нас и шел, то, я думаю, не так бы легко было Баруси, там, дома играть. Ну, посмотрим, я думаю, что если они сохранят тот состав, который есть, я думаю, это будет очень большой плюс, ну, и, естественно, будут какие-то, наверное, покупки, мы посмотрим, это еще время есть. Ну, естественно, шансы есть на это. А вот все говорят, что в Шахтере вот такая вот бразильская диаспора, что не так просто найти общий язык украинцам или другим футболистам именно с бразильцами, они такие особенные, у них такой свой особенный мир, так ли это? Ну, не знаю, кто это говорит, это, наверное, не так, потому что очень хороший коллектив в Донецке, то есть, все нормально общались, ну, естественно, когда, если приедут в Бразилию играть пять украинцев, то, наверное, они будут вместе находиться, ну, большее время проводить. Ну, на поле и на базе, то есть, все нормально общались, находили общий язык. Вас там никогда ничего не удивляло в поведении или предпочтениях? Ну, естественно, у людей совсем другой менталитет, не такой, как у нас. Ну, так, чтобы меня что-то удивляли. Нет, было такого. То есть, ну, нормальные ребята абсолютно. Ну, сейчас в этом году такая суперзвезда, допустим, скажем так, Адонинского шахтера, Генрих Мхитарян, вы вот тоже его знаете. Вот в чем вот этот его феномен? Он человек поиграл, в принципе, и в металлургии, и вот в шахтере, и вдруг этот сезон получился у него таки сверхуспешным. Работа или талант? Ну, естественно, и работа, и плюс талант, и плюс доверие тренера, и доверие президента и болельщиков, то есть, это все в одно целое сливается. И мы видим то, что сейчас за Генрихом борются, как бы, топ-клубы. И это нормально, я считаю. Значит, клуб правильно работает в правильном направлении. Вы помните, когда вы с шахтером приехали в Киев на Кубок Украины? Какие тогда были? Нет, в первой клубе мы приехали в чемпионат. Да, да, больше чемпионат. Вот, но и каковы были тогда эмоции? Потому что вас встретили абсолютно нелестно, скажем так, с плакатами, с кричалками. Ну, я-то понимал, что так будет, и был к этому готов, то есть, как бы, старался это вообще отбрасывать все в сторону. Моя задача выходить и выполнять там то, что требует от меня тренер, и помогать команде добиваться положительного результата. Ну, это же нормальный процесс, просто возьмите Европу, Турцию, тоже там тоже происходит это все, ну, то есть, я считаю, это все нормально. Ну, болельщики, вот, судя по вопросу, еще не забыли ваши жесты в сторону. Ну, ничего, это, я могу сказать, что это все эмоции, там, и я думаю, болельщики, это болельщики. Пусть никогда он никогда не был на поле, ну, и, может быть, не будет. Сейчас все у нас умеют в футбол играть, и все понимают, в то, в какой клуб должен переходить. И пусть они ценят свои поступки, там, а не поступки футболистов. Естественно, это мы играем для болельщиков, да, но они тоже, там, должно какая-то у них там человечность быть, правильно, по отношению к футболистам. Потому что футболист делает очень много работы и вложит им очень много сил и здоровья, чтобы выйти на поле. Я думаю, есть люди, которые это понимают, я думаю, их большинство. Но, тем не менее, никогда вас не просили... Это у вас, да, телефон, я, боб, хорошо. Нет. Не просили вас извиниться или что-то раз это? Потому что память, действительно, до сих пор и осталась. Вот как-то у вас... Потому что говорят, что футболистов встречают на улице, и вас спрашивают, а почему так проиграл? Вот никогда ли встречали Александр? Встречали вас на улице и говорили, Александр, да что же это такое? Ну, такого мне никто на улице не задавал, потому что я думаю, вот все могут только вот так, вот через бумажки, через интернет это сделать. Если мне кто-то подойдет после этого и спросит, я с удовольствием ему расскажу и объясню, что и как-то все происходило. Сейчас я это не хочу говорить. А вы, в принципе, эмоциональный человек? Да. Вы можете так вот, с крепким сладцом? Я думаю, что у каждого футболиста есть характер, то есть это флегматам очень тяжело в футбол играть. Ну, как бы в любом виде спорта, то есть это и в жизни, наверное, тоже. А вот, кстати, у вас тут тоже, кстати, спрашивали, говорить про любой вид спорта, если бы не футбол, какой бы был вид спорта или что бы было с Александром Рыбкой, если бы вдруг ему когда-то не привели в футбол? Это я не знаю, это, наверное, трудно на этот вопрос ответить. Ну, что-то-то было бы, не знаю. Что-то да и было. Ну, вот там вам предлагали выбор, все-таки вы же как-то занимаетесь бы скетболом, и теннисом. А вот, или это вы просто для себя? Ну, теннис я выходил так с друзьями, там, во дворе, где-то и в хоккей мы играли. То есть, я думаю, это, ну, сейчас, кстати, такого нету, чтобы столько, ну, ребята в таком молодом возрасте посвящали спорту. Сейчас просто есть у нас сеть контакт, там, интернет эти все, которые больше времени этим уделяют. Ну, а раньше все было, во всех дворах все забито было, и во все виды спорта все играли. Думаю, это люди, которые там моего возраста и старше, это все прекрасно знают и понимают. То есть, у вас был такой широкий выбор, почему тогда футбол? Ну, может быть, если бы я пошел там на, я, кстати, на большой баскетбол не ходил. По росту вам бы, да, очень даже. Ну, не, баскетбол, наверное, был маленький, у роста. Ну, не знаю, я пошел, я же рассказывал, уже на стадион, и это, ну, эмоции, это все, как бы, ну, ну, наверное, несравнимо ни с чем. То есть, не с баскетболом, ну, не с хоккеем, ну, как мне кажется. То есть, ну, есть люди, естественно, которые более предпочтительны там к хоккею, кто к баскетболу. Ну, все ходят смотреть футбол, и футбол – это очень зрелищная игра. И я очень рад, что я пошел именно в этом направлении. А вот есть, кстати, еще вопрос, один болезнь спрашивал, любит ли Александр рыбка рыбалку? Ну, очень люблю, я не видел, да, этот вопрос. Люблю. Какой у вас самый крупный, говорят, там, истории разнообразные рыбаки рассказывают? Нет, ну, я там не могу. У меня там самая большая рыба. Рыба моей мечты. Огромным уловом, ну, то есть, так, ну, уже там, два с половиной, на три килограмма ловил, больше нет. Я считаю, это нормальный. А рыбу кушать любите? Что, в принципе, вы кушаете вот так, чтобы… Рыбу, семгу люблю, там, и тарпа люблю, то есть, ну, как бы, всю рыбу кушаю нормально. Вы сейчас уже как-то придерживаетесь диеты? Есть ли у вас какие-то такие предпочтения? Естественно, как бы, приходится в чем-то себе ущемлять, потому что, ну, у тебя, как бы, нет постоянно там тренировочного процесса, и надо себя как-то держать в форме. стараюсь. Опять, опять же с телефоном. Я, наверное, отключу его, чтобы он нам не мешал, да? Извиняюсь. Ничего страшного. Лето на носу вы планируете как-то отдыхать или работа-работа на первом месте? ну, я думаю, что там съездим с ребенком на море куда-то еще, как бы, планируем, просто, может, скорее всего, в Турцию, чтобы далеко никуда не лететь или в Крым нам не ехать. Посмотрим. Там еще я посоветуюсь с Андреем, что он скажет. Ну, а вы сейчас довольно часто посещаете футбольные матчи. Вот скоро сборная Украины играет вот с Камеруном, да, и, кстати, как вы говорили тоже недавно в интервью о том, что мечтаете сыграть на чемпионате мира в Бразилии. Вы, в принципе, вообще видите перспективу у нынешней сборной команды Украины? Вот сейчас Черногория, говорят, матч смерти, не выигрываем, никуда дальше не попадаем. Естественно, перспектива есть, если команда обыгрывает сборную Польши, так достаточно уверенно, я думаю. Ну, это сенсационно, скажем так. Ну, сенсационно, почему? Потому что там три человека играют в чемпионате Германии, для меня, честно, это не сенсационно. Это для людей, которые, да, у них хорошая сборная, но так как расписывали перед этой игрой, я не считаю, что это сенсационно. То есть, естественно, сейчас все понимают, да, какая игра накануне стоит, и ребята понимают, и тренерские составы будут готовиться, наверное, разбирать, смотреть, и думаю, что все будет в порядке. Вас зовут вернуться в сборную, вы, наверное, если читали, все говорят о том, что Александр, мы возвращайтесь, ждем. кого вы считаете сейчас лучшим голкипером Украины, если брать, кто номер один в этой стране? Ну, я думаю, если взять по стабильности игры, то это, наверное, Коваль на данный момент. Ну, я не хочу там, я это говорю нормально, то есть, просто я смотрю, сейчас, ну, Лучевску тасует, Пятов стоит, Канеболоцкий, Ну, это уже последние, когда уже нечего интересного. Да, я беру количество сыгранных игр, естественно, если ты там одну игру играешь, трюль не играешь, допускаешь какие-то ошибки, там, нету стабильности, ну, Макс сейчас сыграет, более-менее стабильно и молодец. Я считаю, что, ну, там есть тренера в сборной, они сами определяют, кто должен играть эти игры. Ясно, как бы, мое мнение, что они отдадут предпочтение на Андрюхе, то есть, мне так кажется, я не знаю, как будет. Опыту надможности? Ну, естественно, да. А в чемпионате Украины вы болеете за кого-то или просто наблюдаете? Не наблюдал. А в принципе, за кого болеете? Говорите, что футбол смотрите? Хотел бы, так смотрел, хотел, чтобы Гаверло осталось. То есть, я считаю, что, как бы, незаслуженно команда вылетела, там, были нюансы, там, по судейству, там, получилось так, как получилось. То есть, вы предпочитаете западноукраинский футбол? в том плане, что, как бы, мне симпатичный, да, ну, ну, просто мне, там, естественно, люди просто делают какую-то определенную работу, и потом есть ошибки, там, судейские, это явно все было видно, то есть, показывали, как бы, немножко обидно за, за футболистов, которые, там, работали, отдавались, и тренерский состав. А как насчет Днепра, там же все-таки тоже, тоже ваши друзья, Денис Олейник, Виталик Мандюк, и как, очень много говорили об этом. Не сказать, что он болеет за них, тоже, когда в Лиге Европы они играли, как бы, смотрел, переживал за них, и, ну, не знаю, там, тут такая у них ситуация получилась, с чем это связано, я думаю, там есть люди, которые работают в структуре клуба, они это прекрасно знают, и сделать соответствующий вывод. А вы сейчас поддерживаете вот связь с ребятами, с которыми играли, да, в дубле еще Динамо, ну, естественно, да, с Олейником, с Манзюком общаюсь, то есть, допилкой Олегом, с Морозюком. Вот сейчас все переживают тоже за судьбу Дениса Олейника. Собственно, а что такое произошло? Он перешел из Харькова тоже в Днепр, был, будучи звездой, будучи одним из лидеров украинского чемпионата, и что не заигрался? Вы знаете, вот эту внутреннюю кухню, почему не получилось? Думаю, это лучше у него спросить, это не мне надо это обсуждать, там, есть люди, с которыми вы можете поговорить на эту тему, и вы непосредственно с ним, он, наверное, лучше знает, что там у него не срослось. Ну, я как бы с ним общаюсь, я тоже там немножко знаю, но я не хочу об этом говорить. У вас адрес человек? Не люблю проигрывать, да. А какие-то ставки на футбол, или что-то это вроде этого делать? Пару раз ставил, и понял, что по ставкам, что я в футболе вообще ничего не понимаю, и перестал это делать. А много проигрывали? Да нет, Баснословные суммы я не ставлю, по мелочи, то есть, интересно смотреть. А вы, баснословные суммы, сейчас очень многие говорят о том, что, в принципе, футболистам платят сверхъестественные деньги, которые даже там европейские клубы, допустим, не могут потянуть уже зарплату украинского футболиста. Вы себя считаете состоятельным человеком? Вы смогли уже себе обеспечить безбедную старость? Ну, сейчас, я думаю, что еще нет. То есть, как бы, это все, естественно, конечно, познется в сравнении, там, ну, если бы сказать, что я бедный, сейчас все равно бедствую, там, ну, так деньгами я тоже не разбрасываю. Это вы так начали ценить деньги после того, как у вас... Ну, естественно, да, когда ты уже сидишь без зарплаты полтора года и начинаешь понимать, что там, как бы, денежки-то уходят, такое. Ну, есть просто, есть когда с чем сравнивать, тогда человек понимает, когда все хорошо постоянно, и тогда все хорошо. А вы помните свои первые деньги? Да, я еще... сейчас, чтобы не соврать, вам... где-то в 15 лет мы начали платить по 120 гривен, это... Это были большие? Деньжище? Это космос был для меня, это... Ну, и на что потратили? Ну, если мне родители давали по 3 гривны, а потом я по 120 получал, ну, сами должны понимать, разница. На что потратили? Да, ну, как потратили? Себе подарки? Отдавал родителям, там, они там, оставлял себе, чуть-чуть, мы там, мы жили в академии, на базе, то есть, как бы, там особо растрат не было, там, какие-то соки, там, шоколадки покупали, а столько особо там, все кормили, то есть, мы жили там, то есть, в основном, находились там, никуда не выезжали, в город, то есть, как бы, тратиться не было, отдавал родителям. А как? Потом же, когда стал более самостоятельный, то есть, ну, уже начал жить на эти деньги, ну, не на 120 гривен, там, уже на, когда, там, в Динамо 3 я уже был, там, в Динамо 2, ну, всегда родителям помогаю, и сейчас, то же самое. А вообще, говорят, вот, что вас видели, или катающимся, или ездящим в метро, это правда, что вы сейчас можете себе позволить, поехать на метро, и вас никто не узнает, и все нормально. я, я, считаю, в этом вообще ничего зазорного, почему бы не проехать 20 минут на метро, быть в центре, или стоять в пробке, час, я вообще не вижу ничего тут, нормально, все люди ездят на метро, и это, и Спартак ездил на метро, на Лигу чемпионов. Был, Ничего тут страшного нет, и, ну, подходят там, узнают, люди, и, как бы, ну, бывают там нормальные, бывают, тоже такие попадаются. Тоже, ну, так, для людей удивление, я как-то и выходил с метро, вы что на метро ездите? Ну, я же, я вообще ничего не вижу в этом, такого, страшного, или, как это. а если на авто, какое у вас сейчас авто, вы любите там, какой футболист не любит быструю езду, особенно, в сторону кончеза, это быстро, но это, я считаю, такое опасно, надо наценить каждую секунду жизни, с пониманием ко всему относить. Вы такое составляете впечатление, очень вдумчивого человека, очень такого рассудительного, вы на самом деле такой, или вы позволяете себе, какие-то взбалмошные моменты? Да нет, ну, я такой, как я есть, я не знаю, там, не пытаюсь перед кем-то, что-то там пытаться доказывать, показывать, я, ну, все меня вот знают, там, такой, как я есть, я никогда ни перед кем не играю, там, и не подстраиваюсь никогда под человека, с которым сейчас я, не знаю, как вам объяснить это, то есть я не, то есть я такой есть, как есть, то есть я не, вы, у вас свое мнение, там, у кого-то свое мнение, то есть, ну, наверняка, если бы охарактеризовать себя, вот так, тремя словами, какой бы был Александр Рыбко? Ну, я не знаю, эмоциональный, естественно, и целеустремленный, и, ну, третье, не знаю, что сказать, семью люблю, своими, так, а вы хотите, чтобы ваша, доченька, правильно, вы хотели, хотели бы, чтобы она тоже, как-то профессионально занималась спортом, потом, или вы, если у нас будут финансовые возможности, я, как бы, буду со своей стороны делать все возможно для этого, ну, хочу, ну, как бы, женой, хотим ее, чтобы она теннисом занималась, а многие отдают на гимнастику, девочек особенно, нет, 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 ну, пока, как бы, вот у нас такая вот, есть, у нас уже есть, и два года, и четыре месяца, то есть, у нас есть уже ракетки, там, уже носят ракетки, ну, не такие профи, большие, то есть, такие, как-то, для, этих, как они, шарики эти называются, для пинг-пола, или вы что имеете, ну, не, ну, они маленькие, такие, ну, детские, там, ну, ей нравится, она играет, то есть, как бы, ей нравится, будем надеяться, прививаем, прежде всего, это все, то есть, будем надеяться, что, когда она станет более смысленной, то есть, ей будет интересно, и она будет хотеть заниматься этим спортом. А вы как-то, может, уже тренера даже подыскали? нет, это еще совсем рано, я думаю, я не знаю, там, не интересовался, если честно, там, со скольки лет детей в теннисе, ну, мне кажется, два года, это уже, на самом деле, с духом дают, особенно, вот, если я брать. Ну, я не знаю, я вот, меня там спрашивают некоторые, там, с шести лет можно отдавать, там, в футбол, но я смотрю на детей, которые всем тренируются, они что там никто не понимает вообще, что он хочет, и что он не понимает, где мяч, где там, где мама, где папа, ну, я не знаю, как это. Говорят, дети быстрее, сейчас взрослеют, и уже хоть с шести могут бегать. Мы не знаем, да. А правда, что, вот, таким главным, для вас тренером, я знаю, тренером, который открыл вам дорогу в украинский футбол, это Сергей Ковалин, Сергей Иванович, он всегда о вас очень хорошо отзывается, какие у вас сейчас отношения? Это тот тренер, который вот, я считаю, что этот тренер, как бы, очень большой вклад внес в того, кем я сейчас есть, и он меня взял в команду, он мне доверил, ну, место, воротах, у меня с ним прекрасные отношения, то есть, то есть, любой тренер, который с собой работает, какую-то вносит, то есть, я могу сказать, что в большой футбол, да, он сделал большой очень вклад для меня. А для вас вот этот переход в оболоне, в тот момент не казался каким-то шагом назад? Потому что, из Динамо? Ну, каким шагом может назад показаться, если я постоянно в дубле, и даже никакого приближения, там даже и просвета не было, попадения в первую команду, то есть, мне там дали четкое понять, что нет, что, ну, не ставку, там, Стас тогда был, неплохо его играл, то есть, я это не считаю. Я, я же решу, все в жизни, все, что делается, все к лучшему. Может, эта ситуация, которая со мной случилась, может быть, так и надо. Кто не падает, тот не поднимается. Спрашивают вас, какой ваш самый памятный матч в карьере? Вот если можно поделить там матч в Динамо, вы играли, да, вы и в Шахтере играли в Лиге Чемпионов, но тем не менее. Какой был самый-самый? Ну, это сейчас такая победа, которую, ну, наверное, по эмоциям, наверное, самая, это, наверное, когда мы на кубах обыграли Динамо, наверное, скорее всего. Ну, это вы были сверхнакачаны. И я не могу, конечно, не вспомнить эти, ну, победы, которые в составе Абалони были над Динамо тем же и... И Шахтера обыграли дважды. Ну, я же не... Честно говоря, трудно какой-то матч выделить, потому что по эмоциям и по накалу это все четыре игры, наверное, были на одном уровне, да. А с футболками обменивались, в принципе? Есть у вас какая-то такая памятность? Ну, обменивался, но так, чтобы я фанател, так вот есть люди, которые там собирают, постоянно стараются, ну, такого у меня нет. Удивились? Помню, когда Шахтер играл в Барселону и там вместе приходилось дважды менять футболки, дабы раздать игрокам Шахтера. Был такой момент. Ну, вместе хочется взять футболку каждому. Он лучший игрок мира сейчас? Или есть уже получше в связи с тем, что вот уже немецкий такой финал произошел в Лиге Чемпионов? Не, ну, вы видите, что, да, можно сказать, что он очень-то делает большой вклад в победы команды. Я считаю, что все футболисты, это лучшие футболисты, потому что все делают одну работу и уложат очень много сил для этого. Есть феномены, конечно, такие, как он, Роналдо, там, то есть вот так. А если выбирать между Роналдо и Крин, это же такой сейчас, знаете, вопрос, все выбирает между Барселоной и Реалом, между Месси и Роналдо. Александру Рыбке, кто более симпатичный? Не знаю, честно. Как бы, я считаю, что это два игрока сумасшедшего уровня, то есть, трудно мне, ну, не могу сказать. То есть, у вас там есть свои качества, у вас свои качества. спрашивают, как бы. вы, вот, все в жизни возвращается бумерангом, вы это, собственно, почувствовали на себе? Опять-таки, болельщики Динамо вас спрашивают по поводу перехода и разнообразных конфликтов. И сейчас, говорят, чем вы собираетесь заниматься до конца без квалификации? Бумеранга не считают это в том плане, что я пошел в шахтер, и мне вот эта ситуация бумерангом вернулась. Ну, они умные люди, которые задают этот вопрос. Молодцы. А заниматься, не знаю, сейчас вот будет трансферное окно сейчас открыто, то есть, как бы, работаем сейчас, менеджер работает над этим вопросом и посмотрим. Сейчас мне удастся пойти в какую-то команду или это будет там уже на зимние сборы. Будем отталкиваться от того, что будет вот сейчас конкретно. Или придется потом искать команду, с которой мне надо будет работать вот это оставшееся время, или я уже буду работать с командой на основе какого-то контракта. Трудно, но я не знаю, что сейчас будет, но посмотрим, время покажет. Будем ждать всего хорошего. Говорят, правда ли, что у вас не сложились отношения с Виктором Чановым и в чем были причины расхождения? Я не могу сказать, что они у нас не сложились, но там были какие-то, то есть с его стороны интервью, мою сторону, но нормальные отношения были как у тренера и игрока. То есть конфликта у нас никакого не было. И там, что люди видят это все по-своему, я это все знаю изнутри и у нас были нормальные человеческие и рабочие отношения. То есть вы не конфликтный человек, потому что говорят, что... Ну как, я не могу так, я со своей стороны, так как люди есть, которые там, я вот, мол, такой, я там, тренер там, вот одно мне говорит, а я буду свою линию гнуть, там, ну, у меня такого нет, то есть тренер ведь все по-своему и со стороны там виднее, наверное, как и в одной или в другой ситуации лучше поступить. Какой ваш любимый вид спорта после футбола? Ну, я вам скажу, когда я в Донецке пошел на хоккей, то хоккей мне очень понравился. сейчас в Киеве такой нет возможности ходить на матчи такого уровня, там, ну, в Донецке вот, когда была возможность ходил практически, ну, по возможности на все игры, только как бы там, ну, была возможность там по времени, то есть ходил всегда, если получалось. Но в Донецке... Ну, я на баскетболах уже, ну, как бы это два таких спорта, которые мне после футбола, наверное, больше всего нравятся. Ну, сейчас украинский хоккей говорят, что развивается только, ну, не говорят, он так и есть, на самом деле, только в Донецке, поскольку там финансирование, вот, кстати, финансирование, это сейчас такой бич и украинского футбола, и многие, вы видели, да, Карпаты выставлены, а трансфер, непонятно, что происходит с Кривбасом и Волынью. Если бы вам сейчас предложили играть в одной из этих команд, допустим, но не платили бы деньги уровня Шахтера или даже допустим уровня Если сейчас вы мне предложили играть, если бы я сейчас могу играть, я бы согласился. Вот за какой-то абсолютно бесценок вы бы играли все равно? Если бы, вот сейчас, сегодня, я бы согласился. Ну, не сегодня, а когда, ну, зимой, когда вам действительно. Ну, зимой, я думаю, что нет, а если бы сейчас, то да. Ну, тогда, а на какие деньги вы, в принципе, согласны, если говорить так? Вот какая, какая сумма может заинтересовать Александра Выбку? Да, ну, это не... Ну, а почему же? Ну, просто, вы тоже согласны с тем, что там? Я сейчас скажу, а потом никто больше не предложит. Зачем? Хорошо. Будем ждать, что вам все-таки предложат хороший контракт. Ты же сказал, на эти деньги рассчитываешь, все, вот, мне нравится, иди. Ну, на самом деле, мы желаем вам только успех, спасибо огромное, что вы пришли, все переживаем, следим за вашей судьбой, чтобы быстрее нашлась команда, достойная вас, чтобы мы заиграли, еще увидели вас обязательно в сборной команде Украины. Спасибо вам. Спасибо вам, да, все, до свидания. Может быть, еще прощальное слово для болельщиков и для любителей спорта? Ну, не знаю, что-то, я думаю, каждый должен ценить то, что у него есть в жизни, и любить футбол, и поддерживайте нашу сборную в матче Черногории. Обязательно. Спасибо еще раз за то, что пришли. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,